Ты прерываешься, а меня слышно, мне написали многие, что меня слышно на десяточку, поэтому я думаю, что меня слышно хорошо. Тогда с вашего разрешения я начну. Саша включит запись, наверное, да? А, она идет. Окей, друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Сергей Мартынец. Я из классного города Днепр, это Украина. И у нас сегодня отличная погода. Напишите в чат, с какого вы города. Наше мероприятие будет проходить примерно час времени. Я надеюсь, что я уложусь в час. Может быть, постараюсь немножко меньше, если будут у вас вопросы. В конце постараюсь поотвечать на вопросы. И сегодня мы будем говорить о возможностях, которые открываются у нас сегодня в связи с этой пандемией, в связи с кризисом. Я думаю, никому не секрет, ни для кого не секрет, что сейчас у нас уже наступил очень такой сильный кризис. Его ждали-ждали, но он пришел быстрее, чем кто-либо думал, благодаря как раз этим всем обстоятельствам с коронавирусом. Я вижу, у нас здесь есть Варшава, с Киева, с Днепра, с Харькова, с Нефтекаменска, с Венеции, с Харькова, Новая Каховка, Каменска, ровно. Супер. География у нас обширная, это радует. Северодонецк. Супер. Отлично. Ребят, мне очень приятно, что я могу вот так вот общаться с вами, поэтому если у вас будут вопросы, я еще раз говорю, в конце у нас будет на это время. И мы постараемся обсудить эти все моменты. Наверное, перед тем, как, собственно, приступить к самой презентации, я хочу пару слов сказать о себе. Мы с супругой, у меня отличная семья, супруга Виктория Мартынец, многие из вас ее знают, и у нас есть маленький сын Тимофей. Мы в этом бизнесе уже больше двух лет, я имею в виду софт-маркетинг, чуть позже я вам расскажу, что я имею в виду. Мы уже, скажем так, имеем статус, у нас немаленькая структура, уже скоро будет по тысяче человек, имеем определенный статус, это региональный менеджер называется. То есть, ну, скажем так, некоторые вещи мы в этом бизнесе знаем, поэтому постарайтесь немножко вникнуть то, о чем я буду говорить, обнулиться, как говорит восточная мудрость. Есть такое понятие мозг младенца, и вот иногда нам очень не хватает этого мозга младенца, потому что вот это критическое мышление, оно очень важно, особенно в сегодняшней ситуации. Но, с другой стороны, иногда нам нужно открыться и что-то новое к себе в голову пустить. Именно поэтому я вас сегодня прозываю, будьте до конца, всю информацию, которую я буду давать, постарайтесь уложить себе в голову. Понятно, что эту информацию каждый по-своему воспримет, я постараюсь, чтобы она была доступна и всем была полезной. Вот, собственно, я запущу слайды. У меня здесь есть такая классная функция. Вообще Zoom крутая программка, мне она очень нравится. Как мы раньше без нее работали, я даже не представляю. И, как говорится, поехали. Бизнес-клуб здоровья. Здесь написано бизнес большими буквами, клуб здоровья тоже. Я человек в центре внимания. И сегодня вас пригласили. Я надеюсь, что вам какую-то информацию дали. И, скорее всего, вы, по крайней мере, какую-то информацию обладаете. То есть вы понимаете, о чем идет речь. Если нет, ничего страшного, я постараюсь рассказать так, чтобы, в принципе, было всем полезно. Если коротко вернуться о своей истории, мы с супругой, у нас был опыт в бизнесе. Я в прошлом бармен, я чемпион Украины по флэрингу. Это такой вид спорта, флэринг, это жанрирование бутылками. Я думаю, многие из вас видели, как это происходит в барах, ночных клубах. Вот я много лет этим занимался. И, как у себя в Инстаграме, я написал, много лет поил людей алкоголем. А сейчас отрабатываю карму. И сейчас в моих бутылках только здоровье. Потому что, если вы немножко позже посмотрите, мы будем говорить, как раз у нас есть некоторые продукты в этих бутылках, красивых, ярких. И в какой-то момент я понял, что нужно работать на себя. Я думаю, что таких людей достаточно много. И мы с супругой думали, как, наверное, и многие, о том, какой же бизнес начать. Так как я в своем деле профессионал, да, понятно, что я начал в этом деле развиваться. В какой-то момент мы открыли с товарищем школу барменом. Я стал чемпионом Украины. Это был 2008 год. Мы открыли школу барменов. Это приносило какие-то деньги. Больше это работало на имидж. А имидж был нужен, такой, знаете, личный бренд. Он даже в том далеком 2008 году, он был важен. И этот личный бренд, он как бы продавал нас дороже. Продавал в каком смысле? Мы занимались выездными мероприятиями. Это был такой барный кейтеринг. Это были бармен-шоу, где мы показывали свои навыки, свое искусство. Это постоянно как бы апгрейдилось. Мы улучшались. И в какой-то момент мы поняли, что это приносит больше денег. Да, и школу пришлось закрыть. И, собственно, в 2011 году последнее было место, где я работал на кого-то. Это была Камчатка. Меня пригласили на Петропавловск-Камчатский запустить там один клуб ночной. Классное было место. Классные ребята. Я познакомился. Я там три месяца жил. Очень здорово. Скучаю иногда. Хочется поехать в эти места. Поэтому я думаю, что я туда еще вернусь. Но, скорее всего, это будет немножко позже. И, наверное, с другой миссией, может быть, отдохнуть. И как раз в тот период у меня, ну, как и многих, наверное, меня приглашали в разные проекты, в том числе и сетевые. Я не всерьез это воспринимал. И в какой-то момент, когда моя супруга забеременела, я понял, что нужно искать еще дополнительные возможности. Потому что, когда у меня произошла серьезная травма, у меня на руке 12 швов. И я понял, что я зарабатываю деньги руками. Если у вас также вы зарабатываете деньги руками, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Потому что, если вы зарабатываете деньги руками, вы в зоне риска. В том плане, что я даже не говорю про сегодняшний день и вот этот вот карантин, да, в котором мы находимся. Я говорю про то, что в любой момент может что-то пойти не так с вашим здоровьем, и вы останетесь без денег. В моей ситуации я понимал, да, что у меня беременная жена, и я должен зарабатывать. И если что-то со мной не так, с моей рукой, я не смогу физически зарабатывать. Да, я уже тогда не работал на кого-то, я работал только на себя, и вся ответственность была на мне. У нас была небольшая фирма, мы занимались бармен-шоу, выездными барами, пирамидой с бокалов шампанского. И вот тогда я открыл свои мозги, я понял, что нужно все-таки рассмотреть сетевой бизнес. И мы работали с одной немецкой компанией, надежной, хорошей, достигли там неплохих результатов, построили большую команду, получили автомобиль от компании, выпивали на 30-летие компании на вечеринке с Брюсом Виллисом. То есть мы поняли, что этот бизнес работает, и он дает действительно определенную свободу и финансы. Но на каком-то периоде это все дело остановилось, пришел кризис, я думаю, вы помните, да, этот кризис. И не то, что мы прямо искали, но когда мне поступило предложение Doolife, вы помните, да, что я бармен, бутылки, и я не мог его пройти мимо благодаря одному человеку из Польши, которого я знал и раньше. Кшиштоф Драбик, он является одним из амбассадоров Doolife. И вот так получилось, что мы начали рассматривать это предложение. Мы пообщались с Александром Козулиным, мы пообщались с Александром Яручуком вот так же удаленно, да. И два месяца мы разбирались, потому что нам было что терять. В той компании у нас, в принципе, были немаленькие обороты, была команда, и мы два месяца разбирались. И все-таки для того, чтобы принять решение, мы поехали в Польшу на большое мероприятие трехдневное. Мы побывали в офисе компании, мы познакомились с учредителями, задавали вопросы топ-лидерам. И мы поняли, что это то, что нам нужно, да, потому что софт-маркетинг – это нечто другое абсолютно. И мы поняли, что это нужно не только нам, а нужно, в принципе, многим людям. И такую нишу мы захотели ее занять, да, и именно поэтому мы пришли сюда. Вот такая вот пятиминутная моя короткая история. Я надеюсь, что она будет полезна, и вы поймете, что можно меня послушать буквально 30 минут, я кое-чем разобрался. Вот, поехали, собственно, дальше. Я думаю, что любой человек, который здесь собрался, самое главное желание – это быть счастливым. Счастье у каждого свое, у кого-то это деньги, у кого-то хорошие отношения, у кого-то, может быть, путешествия. Сейчас, конечно, нужно с путешествием немножко поднапрячься. Может быть, для кого-то счастье помогать другим, допустим, как у моей супруги Виктории, да, для нее это самое большое счастье. Я хочу, чтобы мы были активны, поэтому, пожалуйста, напишите в чат, вот что для вас счастье, вот буквально одним словом, что самое главное, да, вот с этих пунктов, которые я выделю. Вы видите на слайде, я уже пойду дальше, а вы пишите. Неважно, что бы вы не написали, я вам скажу, что основой счастья является здоровье. Обычно, вот если здесь есть, здесь я знаю много молодых людей, здоровье, оно не ценится, пока вы молоды, пока оно есть. И я услышал однажды одну фразу от врача, здоровье ничего не стоит, пока оно есть. И ты готова дать любые деньги, когда ты его теряешь. Я думаю, это фраза, которую стоит запомнить. И давайте постараемся сделать так, чтобы наше здоровье как можно дольше сохранилось, и чтобы мы помогли нашим близким, да и не только нашим близким, как можно большему количеству людей быть здоровыми, сохранить здоровье и активность долгие-долгие годы. Вы знаете, в любой презентации сначала, в любом деле сначала нужно показать проблематику. Проблема, какая существует сегодня, да, а потом ее решение. Я не исключение, я сегодня вам покажу проблему, чтобы вы понимали, да, что наш бизнес, он основывается на актуальных трендах. А потом я покажу вам решение, поэтому обязательно, обязательно оставайтесь до конца. Да, я вижу, здесь есть активные люди, это меня радует. Спасибо, приятно, благодарю. Вот эти вызовы современности, мы от них никуда не денемся, да. Неправильное питание, химия в еде, стрессы, да. Сейчас, я думаю, стресс – это бич современности, от этого очень много болезней, загрязнения окружающей среды. Кстати, вы знаете, что есть и позитивные новости в карантине, то, что наша природа, она самовосстанавливается, и результаты видно уже сейчас. Я думаю, многие из вас знают, да, что из-за карантина позакрывались многие предприятия, количество выбросов намного уменьшилось, и природа стала восстанавливаться быстрее. Поэтому есть что-то хорошее в этом деле. Я уже не говорю о том, что мы начали по-другому мыслить, мы поменяемся. После этого кризиса мы выйдем абсолютно другими людьми. Особенно это касается бизнеса, тех людей, у которых был бизнес и которые выживут, да, потому что многие, к сожалению, не выживут. После кризиса придется закрыться. У многих есть паразиты, этот слайд быстро пролистываем. Но на самом деле есть и хорошая новость, да, о том, что мы, организм наш, это такая машина, которая постоянно восстанавливается, да, и в течение минуты погибает, заново рождается 2 миллиона клеток. То есть мы постоянно регенерируемся. И если мы представим наше тело в виде вот такого вот дома, да, то этот дом состоит из определенных частей, да, это фундамент, это стены, это крыша, то же самое наше тело, да, оно создает из определенных таких кирпичиков, да, это минералы, это витамины, аминокислоты, омега-369, жирные кислоты. Я думаю, что вы это все прекрасно понимаете, да, и я думаю, отсюда выходит определенный, ну, скажем так, вывод, да, мы то, что мы едим. Я думаю, вы слышали такую фразу, да, мы то, что мы едим. Но есть другая проблема в том, что та еда, которой питались наши предки, да, она сейчас совсем другая. И было много исследований на эту тему. Вот я вам покажу одно из швейцарских исследований, да, о том, что если сравнить продукты, полезные вещества продуктов, которые были 20-25 лет назад, то эти продукты очень сильно отличаются от тех продуктов, которыми мы питаемся сегодня, да. Вот если взять, допустим, картофель, это самый такой популярный славянский продукт, да, то посмотрите, да, сколько кальция было в 85-м году, сколько миллиграмм на 100 грамм, да, 14, и в 2002-м это уже 3, катастрофически мало, да. Отсюда вывод, нужно или же больше съедать, поэтому мы видим ожирение, да, такое глобальное, потому что калории стали дешевле. Раньше человеку, чтобы набрать эти калории, нужно было много потерять энергии, да, нужно было пойти мамонта завалить, потом его скушать, да. А сейчас мы пошли в магазин, купили, и это стоит копейки. Да, вот, собственно, кальций, о котором я говорил. Есть очень печальная, на самом деле, зависимость, да, о том, что человечество, на самом деле, помирает люди в основном от болезней цивилизации, и в 60-м году это было 37%, да, сейчас это больше, чем 74%. То есть это болезни цивилизационные, как так называемые, это сердечно-сосудистые, это сахарный диабет, это рак. Я думаю, что я не буду вам задавать вопрос, чтобы вы писали, эти болезни, давайте будем реалистами, так это есть, поэтому, ну, к сожалению, такая реальность, да, именно поэтому есть вот зависимость определенная, чем хуже наши продукты по питательной ценности, да, тем больше болезней, тем больше людей умирает от этих как раз вот болезней цивилизации. Есть определенная стратегия, да, как, ну, скажем так, как здорово жить, как сохранить здоровье, и психическое, и соматическое, да, ну, и так далее. Есть вот такие вот правила, да, это правила, которые, я думаю, всем более-менее понятны, это осознанное питание, физическая нагрузка умеренная, это управление стрессом, у каждого есть свои какие-то навыки, у кого-то спорт, у кого-то йога, у кого-то релаксация, кто-то занят своим делом, это эффективное очищение организма, да, потому что многие люди банально пьют мало воды. Попейте водичку, пока меня слушаете. Ну, и пищевые добавки, которые, я уверен, что у многих есть дома, и тех, у кого еще нет, рано или поздно вам придется их употреблять, потому что люди всегда, ну, понимают, да, что если вы их не употребляете, вы их теряете, да, вы недополучаете того, что нужно. Собственно, я хочу представить вам инновационный проект, да, это, скажем так, здесь в основе лежат несколько направлений. Дуалайф – это наш стратегический партнер, о котором сейчас с этой части пойдет речь. Есть еще фонд «Живеосознанно», это фонд, который занимается образованием в сфере здоровья, да, и такие конференции, они проходят по всему миру уже, да, у нас в Украине проходила такая конференция, и сейчас эти конференции будут проходить онлайн, и мы всегда работаем онлайн. Такие конференции «Живеосознанно» посвятило уже очень много людей, и там выступают биологи, доктора, специалисты здоровья, да, то есть эта конференция предназначена для того, чтобы вы осознали, какие есть проблемы и какие есть решения, чтобы сохранить здоровье. Если вы до сих пор думаете, что какие-то пищевые добавки, суплементы, БАДы – это плохо, рекомендую вам прочитать вот такую тоненькую книгу «Умершая доктора Нил Гуд». Очень толковая книга, сразу же становится все на места, и вы понимаете, что все же, вы понимаете, что нужно делать. Короткая книга, буквально вы ее за час прочтете. Ну, собственно, доктор Волок, который эту книгу написал, он сказал, если ваш врач считает, что вам не нужно ничего добавлять в рацион питания, вы все получаете со своими продуктами, которые употребляете каждый день, то срочно задумайтесь над тем, чтобы сменить врача. Хочу привести вам пример. Буквально неделю назад заболела, не помню имя, короче, известная актриса, девушка Джеймса Бонда, я думаю, все смотрели этот фильм. И она у себя в Инстаграме выложила, она где-то в Англии лечится, понятно, что там лучшие врачи ее опекают, и она выложила пост, можете найти, я нашел в Инстаграме, в этой записи она написала, чем ее лечат. Там пищевые добавки. Минералы, витамин С, витамин Е, витамин Д, то есть это различные суплементы, которыми просто поддерживает ее организм. Это не какие там, я не знаю, суперсложные продукты, то есть да, если ситуация критическая, в ход идут, скорее всего, какие-то сильные противовирусные препараты, которые последствия потом еще долго человек будет выгребать, да? Ну, когда борются за жизнь, но когда человек заболел в какой-то не супертяжелой форме, ему просто поддерживают. Буквально сегодня я видел, в чат выложил своим ребятам запись, что министр здравоохранения России сказал, что вы можете, самое главное, что вы можете заботиться, это вы можете заботиться, нужно заботиться о своем правильном питании, потреблении витамин, о своем иммунитете. Вот, собственно, это то, о чем мы сегодня говорили вот в первой части. Я постараюсь вам сейчас показать компанию, с которой мы работаем, да, это Dual Life, как я уже сказал, и хочу, чтобы вы понимали, что это одно из решений. Да, на рынке много предложений, но я вам покажу, почему мы выбрали именно эту компанию, да? И, возможно, к концу этого эфира, к концу этой презентации вы для себя подчеркнете что-то полезное, и, скорее всего, у вас появятся какие-то вопросы, задавайте их тому, кто вас пригласил, кто вам дал эту ссылку. Вот. Итак, фабрика Dual Life новая, да? Сейчас Dual Life выкупила еще одну линию, да? Еще одну фабрику по продуктам для красоты. Фабрика по современным стандартам, да? GMP, ISO, то есть вложены колоссальные инвестиции. То есть это не какая-то компания, знаете, которая где-то там у кого-то заказала продукт, и, возможно, через год-два компания закроется. Если такие деньги вложены, то понятно, что компания планирует работать надолго. Руководство компании – это очень важно, понимаете? С какими людьми, какой у них бэкграунд, чем они занимались до этого. Рекомендую, разберитесь в этом. Почитайте, погуглите в интернете, позадавайте вопросы. Это очень важно, да? Я не буду сейчас останавливаться на учредителях. Я вам скажу, что есть огромный научный совет. Доктор Петр Кардыш – это член научного совета, главный, да, председатель. И он выступает постоянно на конференциях, и очень много есть видеороликов на официальном канале от Петра Кардыша. Также в этом научном совете даже есть один человек с Украины, это Олег Покатило. И это люди, которые отвечают как раз за качество продукта, за его инновационность. Я не буду сейчас останавливаться на всех моментах. Вы разберетесь, почитайте. И, да, вот Александр подсказывает, что в пятницу один из основателей будет рассказывать всю внутренность, всю кухню компании, как они это делают, почему они это делают. И понятно, что он это расскажет намного лучше. Поэтому я постараюсь на этом не останавливаться. Я просто хочу некоторые акценты сделать. И поехали дальше. Есть определенные пять таких вот правил, почему этот продукт уникален, да, так называемое УТП. Первое правило у нас – ноль консервантов. Все жидкие формулы без консервантов абсолютно. И для меня это было сначала определенный такой фактор, даже я сначала не поверил. Честно вам скажу. Потому что я работал с пищевыми продуктами. Я знаю, что они прокисают банально. И когда я начал разбираться, как раз вот это вот четвертое правило, такая сложная аббревиатура, да, в народе называют ее паскализация, такая процедура, когда продукт обрабатывают под высоким давлением, очень быстро, да. И в стеклянной бутылке этот продукт может храниться более двух лет. С момента открывания пробки вы продукт должны хранить в холодильнике, и этот продукт за месяц вы его выпиваете. У нас были случаи, когда продукт прокисал банально, и мы убеждали, что продукт натуральный. Без ГМО, в стеклянной упаковке, целостные ингредиенты – это тоже очень важно, потому что ингредиенты натуральные. Есть большое количество сертификатов, наград, есть сертификат даже для продажи в Америке, где это, да, такой очень серьезный сертификат. Очень много наград компания получила за качество, да. Опять же, это все есть на официальном сайте, вы можете посмотреть, разобраться, и, ну, чтобы обладать какой-то информацией. Я сделаю такой беглый обзор, не буду останавливаться подробно. В компании есть несколько направлений продукции. Первая такая, вот знаете, визитная карта, это вот эти бутылки. Вы помните в начале моего эфира, я вам говорил, да, что я бармен, и бутылками я жонглирую. И честно вам скажу по секрету, когда мне сбросили эти бутылки, я жене, ну, я подсмеялся, я говорю, Вике, я говорю, Вика, смотри, прикольные бутылки для жонглижа, а компания какая-то, ну, такая, мутненькая. Потому что у меня было определенное недоверие к новым компаниям, но когда я начал разбираться, я понял, что на самом деле это очень-очень крутой проект с большой перспективой, да, потому что какие-то хайповые, быстрые проекты, которые, знаете, вот развиваются прям вот молниеносно, вот как быстро они растут, так же быстро они падают, да, потому что фундамент должен быть определенный, должно быть определенное отношение с людьми, важно, какие люди в этом проекте. Поэтому я вам рекомендую, познакомьтесь глубже, да, дайте себе какое-то время разобраться в этом деле. Итак, есть линейка жидкая, да, она как бы для всех на каждый день для поддержания нашего организма. Есть такая более узконаправленная линейка, капсулированные, вот эти, видите, да, здесь справа такие капсулы разноцветные. Это продукты, которые предназначены для какое-то решение какой-то узкоспециализированной задачи. Мне очень нравится, здесь даже в названии зачастую заложен в принципе расшифровка, что это за продукт, например, ProSlimmer, да, я думаю, вы все понимаете, что это за продукт, да, то есть это ProSlimmer, ProRelaxin, да, то есть это продукт, который нужен как раз вот для расслабления, то есть это, допустим, ProCardio, да, кардиосистема, сердце, ProHalterol — это холестерин, ProShugar — это уровень сахара в крови, ProStick — это суставы, это продукт один из тех, которые я пью очень часто, потому что прошлое спортивное, оно дает о себе знать, и суставы зачастую, ну, скажем так, требует поддержания. Вот, в DoLife сейчас появились новые продукты, появилась другая прям линейка, она называется Hi-Five, это батончики такие вот, быстрый перекус, они полностью без сахара, они с медом, они натуральные, хендмейт, крутые батончики, не на всех рынках они есть, но те, кто пробовал, они обычно в восторге. Вот такие завтраки Hi-Five, которые здесь вот по центру, это завтрак, который мы… сначала я даже его немножко не понял, он такой весь, ну, знаете, твердый, натуральный, но потом я понял, что это очень крутой завтрак, и сейчас в Украине такая классная акция, каждый раз, когда ты делаешь заказ на 500 пунктов, ну, это где-то на 5000 гривен, да, ежемесячно, тебе приходят в подарок два таких Becrunch'а и бесплатная доставка. Это здорово, потому что бутылки, они требуют определенную упаковку специальную, ну, и доставка стоит, как бы, больше 100 гривен, да, чтобы бутылки в целости приехали. Мы экономим на этом, и в месяц у нас сейчас уже очень много появилось людей, клиентов, наши близкие друзья, родственники, особенно сейчас мы вместе сделаем по несколько заказов на 500 баллов. Я думаю, что многие люди, которые познакомились с этим продуктом, они уже, у них нет вопроса, как делать личную активность. Это тот вопрос, который у нас был в начале. Поставьте плюс, если вы так же думаете, как же делать личную активность. То есть, как, кому продавать, кто это будет покупать, зачем, сколько делать оборот личный. Если у вас есть такие вопросы, поставьте плюс, потому что у нас были такие вопросы, честно вам скажу, и мне казалось, что 5000 гривен в месяц потратить на себя, как-то, ну, кто это сможет, если мы можем, то не все это смогут. Это нормальные сомнения. Ребята, вот я вижу Яна, Asus, Мария, это нормальные вопросы, разберитесь, и вы поймете, что все компании, которые хорошо развиваются, стабильно, у них, у всех приличный, личный оборот, потому что, если вас приглашают, сейчас в интернете очень много появляется, знаете, такие вот авто, автоматизация, без звонков, без встреч, без вебинаров, без продаж, ты вот приди, и мы все сделаем за тебя, да, вот не нужно, ну, испытывать иллюзии, да, ребят, без твоего участия, задумайся сам, зачем ты тогда, вот буквально, ну, просто стоит всегда задавать вопросы с другой стороны, вот я всегда себе такой вопрос задаю, я хозяин компании, извините за выражение, нахрена я буду платить маркетинг план ребятам, дистрибьюторам, если я могу нанять три программиста, который будет все делать, ну, на автомате, да, ребят, не нужно быть в иллюзиях, да, если этот бизнес работает так, то поверьте, те люди, которые вы организовали, наверное, они что-то понимают, да, в этом деле, те люди, которые в этом бизнесе зарабатывают деньги, они тоже что-то понимают в этом деле, и когда компания только заходила в Украину, у нас было очень много переговоров с руководством, именно поэтому очень лояльный до лайф, мне очень нравится софт-маркетинг, потому что все вопросы, все отклики от руководства есть напрямую, мы общаемся, и мы попросили, сделайте нам меньше личную активность, компания сделала меньше личную активность, и вы знаете, мы посмотрели, мы поняли, что не всегда это хорошо для бизнеса, поэтому это оптимальная личная активность, да, если вы строите бизнес, я уверен, что любой ларек хлебный делает в месяц больше, чем на 5000 гривен продаж, хотя здесь у нас акцент не идет на продаже, да, мы сами потребляем продукт, но если у вас есть несколько покупателей, это всегда будет супер, это всегда классно, потому что вы показываете правильный пример, у вас не будет проблем с личным товарооборотом, и вы не будете доставать деньги со своего кармана, а ваша задача, чтобы у вас бизнес вышел на самоокупаемость как можно быстрее, а потом начал приносить вам прибыль, ну, как и в любом деле, и я вам покажу чуть позже, как сделать так, чтобы в первый же месяц вы вышли в плюс, потому что большинство бизнесов, они не дают такую доходность, да, вам нужно год, иногда три года, да, чтобы вы вышли в плюс и отбыли свои вложения, я вам покажу, как за первый же месяц это сделать, да, может быть, выйти уже в хороший плюс, да, вот здесь Евгения пишет, что я очень ценю, уважаю нашу компанию за позиционирование, да, те люди, которые немножко окунулись, посетили какие-то события, они это прекрасно понимают, поэтому я призываю всех вас, разберитесь, немножко окунитесь глубже, вы поймете всю философию, поймете, насколько глубокий это бизнес и долгосрочный, сейчас вы можете его позиционировать как решение, которое может помочь людям пережить этот кризис, да, потому что, согласитесь, продукты для здоровья, для иммунитета сейчас актуальные и люди хотят зарабатывать, не выходя из дома, это все у нас есть, но поверьте, когда вы создадите этот фундамент, то потом, скорее всего, вы не захотите выходить на свою работу, если такого еще останется, хотя, возможно, ее уже не останется, да, и может быть, вы не захотите развивать тот бизнес, который вы занимались до вот этой ситуации с нашим карантином, вот, поэтому поехали дальше, я не буду вам рассказывать о каждом продукте, они уникальны, и вы можете посмотреть, вы можете задать вопросы тем людям, которые вас пригласили, вы можете эти слайды, вот, которые я вам показываю, скачать и почитать, да, у нас есть детский сироп, это очень, ну, продукт, который сейчас просто нужен каждому ребенку, я просто уверен в этом на все 150%, да, если у вас еще нет, есть ребенок и нет этого сиропа, обязательно купите, он не так дорого стоит, да, у него цена там 400 гривен, даже дешевле по нашей клубной цене, есть продукт прооптикал, да, некоторые продукты с клиническими испытаниями, вот прооптикал как раз вот и есть с клиническими испытаниями, хоть это и не медпрепарат, да, то есть все-таки это биологически активная добавка, все же клинические испытания, хоть и не требуют государства, и для того, чтобы продавать эти продукты, не нужно иметь медицинское образование, не нужно иметь как раз вот эти клинические испытания, но Дуолайф, все-таки, чтобы показать уровень и качество, некоторые продукты сейчас вот с этой серии, да, медикал, формула, они как раз идут с клиническими испытаниями. Кератин также у нас не так давно появился, он также идет с клиническими испытаниями. У нас появилась серия бьюти, да, это серия, которая уже я думаю, люди понимают, да, что продукт классный, те, которые уже давно в клубе, и они понимают, что продукты бьюти тоже нужны. И это второе направление, если взять всю индустрию, всю индустрию прямых продаж, всю индустрию сетевую, то самый большой товарооборот делается на продукты для здоровья. Знаете, сейчас вот сегодня я общался с одним парнем, которому предлагали Дуолайф в свое время, и он пошел в другую компанию, он выбрал для себя такую более хайповую компанию, хайповую, то есть такую быструю. Я спросил, почему, почему так? Он сказал, ты знаешь, здесь у нас продукт, ну там такие тряпочки для мытья, здесь у нас продукт, который имеет вау-эффект, его просто показывать, да, то есть ты человеку показал, вот какая классная тряпочка, я ему задал вопрос, скажи, пожалуйста, и он говорит, эти тряпочки хватает на два года, они там такие классные-классные, я говорю, супер, скажи, пожалуйста, если их хватает на два года, как ты делаешь товарооборот в своем бизнесе? Тебе нужно постоянных новых людей, правильно? То есть такие компании, как правило, они насыщают бизнес, насыщают рынок очень быстро, то есть, ну буквально пару лет рынок будет насыщен, помните, был цептор, да, были фильтры, если вы купили себе классная продукция, да, но вы себе один раз купили эти кастрюли или фильтр, он будет вам и может быть даже вашим детям, да, потому что качество компания как бы презентовала как очень высокое, ну и ценник был соответствующий. То же самое и здесь, да, если продукты не покупаются каждый день в вашем бизнесе, то, наверное, это не лучшие продукты для бизнеса. Вот, тем не менее, продукты красоты, они на втором месте после продуктов для здоровья, ну wellness, так называемых, поэтому продукты для красоты, они также используются, может быть, вы не меняете их, не покупаете новые каждый месяц, но, по крайней мере, вы много денег тратите, хотите вы или не хотите, тратите на эти продукты. Мы предлагаем вам просто поменять ваш магазин и продукты, на самом деле, уникальные, очень крутые. Вот, допустим, этот пилинг, мой ребенок, ему через несколько дней будет 6 лет, он каждый раз хочет прямо вас съесть. Он так классно пахнет, говорит, папа, я хочу вас съесть. Крутой пилинг, мы в восторге от него. Есть также линейка для средства уборки для дома, она абсолютно без какой-либо химии, без павлов, на основе бактерий, и эти продукты, они, ну, скажем так, если вы заботитесь о своем внутреннем пространстве, о своей квартире, и особенно, если у вас дети есть, это нужные продукты. Я вам рекомендую, попробуйте, вам это точно понравится. Есть большое количество людей, спортсменов, ассоциаций, которые работают с продуктом. я думаю, вы понимаете, что такие серьезные спортивные организации, они не будут рекомендовать своим спортсменам какой-то некачественный, непроверенный продукт. Эти продукты входят в кельнский список. Кельнский список это не такой список продуктов, которые рекомендуются при подготовке спортсменов. Так, здесь Маша пишет, зависает. Ребят, поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, как хорошо меня слышно. Я вижу десяточки. Маша, может быть, у вас что-то с интернет-соединением, потому что у всех все хорошо, проблем нет. Это вот те люди, которые являются амбассадорами. Здесь есть и Вячеслав Узелков, да, это чемпион Европы по боксу, человек, который в Украине медийный, его многие знают по всяким телевизионным проектам, человек, который большой сделал вклад в здоровье украинцев, именно поэтому он в Дуолайф, да, это человек, который сейчас присутствует на наших мероприятиях, у него есть автомобиль Дуолайф, то есть он амбассадор Дуолайф. Я пролистаю просто, у меня, к сожалению, нет времени, я могу об этом рассказывать очень много, компания Дуолайф является официальным партнером Mercedes, BMW, Jaguar, и даже в некоторых салонах, допустим, в Польше, откуда компания родом, вы можете увидеть такие стенды с нашей продукцией, это как раз говорит о том, что продукту доверяют, это не какой-то заврядный продукт, потому что, скажем так, Mercedes, такой самодостаточный бренд, и чтобы он себя в салоне рекламировал какой-то другой бренд, я думаю, это дорогого стоит, и вы понимаете, насколько это солидно, поэтому здесь даже говорить ничего не надо, единственное, что нужно, это нужно проверить, именно поэтому я вам рекомендую все, о чем я вот здесь скажу, проверьте, у вас есть сомнения, супер, потому что у меня они были, и мне понадобилось два месяца, чтобы их развеять, и сесть за руль, машины, взять свою жену, посадить, и полторы тысячи километров проехать в Польшу, для того, чтобы убедиться, вам не нужно сейчас никуда ехать, вам нужно просто задать правильные вопросы людям, которые вас сюда пригласили, и поверьте, если это люди-новички, они могут вас связать с теми, кто в этом деле больше разбирается, поэтому задавайте вопросы, разбирайтесь, чтобы, знаете, не произошло так, что вы просто можете упустить хорошую возможность, а часто так бывает, да, когда вы, вам возможности даются, вы их упускаете, но потом, через какое-то время, вы просто потом можете кусать локти, потому что, к сожалению, так мы устроены, да, есть много информации в прессе и так далее, я думаю, что, может быть, я вас даже немножко утомил, кто-то, наверное, сидит и думает, ну, хватит уже, давай о деньгах, да, кто пришел и, может быть, не написал, но подумал, что мне деньги нужны для счастья, поставьте плюсик, если вам нужны деньги, деньги, на самом деле, я думаю, всем нужны, но если для вас это важно, то, о, Гриша ставит плюсик, отлично, Гриш, я знаю, отлично, вижу плюсики, это приятно, приятно, что вы здесь поддерживаете, участвуете, да, деньги нужны всем, но некоторые люди их ставят просто не на первое место, а где-то там, чуть-чуть подальше, на первом месте у некоторых здоровья, как я уже говорил в начале, вот, отлично, я вижу, немножко раскачались, время у меня ограничено, информации много, именно поэтому я стараюсь не делать эти паузы, но это не значит, что вам не нужно реагировать, мне очень приятно, когда вы реагируете, потому что, поверьте, общаться с монитором не очень как-то приятно, чтобы, ну, не то, что приятно, но тяжело энергию какую-то отдать, да, вот, когда я вижу обратную связь, это круто, я еще параллельно здесь в инстаграме, вот в эфире, но смотрю сюда, потому что здесь у меня намного больше людей, пока, по крайней мере, я там посмотрю, может, в инстаграме тоже будет больше. Итак, финансовые возможности, ребят, есть электронный магазин Дуолайф, когда вы становитесь членом клуба Дуолайф, да, у вас есть возможность, ну, во-первых, вы можете рекомендовать этот магазин другим людям, я думаю, это логично, да, если есть хороший магазин, хорошие продукты, почему бы и нет, вы можете реализовать эти продукты через свою реферальную ссылку, через сайт, через фитнес-клубы, спа, аптеки, магазины, вот на данном этапе, может, это не особо актуально, да, вы это прекрасно понимаете, но актуальны различные интернет-площадки, различные там доски объявлений и так далее, это все работает на самом деле, но лучше всего работают личные рекомендации, да, и личный бренд, если вам люди доверяют, если вас люди знают, это всегда намного лучше, эффективнее работает и надежнее, чем какой-то безликий аккаунт в инстаграме, который предлагает продукт по какой-то хорошей цене, да, люди все-таки доверяют людям, идут за людьми, поэтому давайте строить личный бренд, именно у нас в системе обучения есть обучение по этому личному бренду, поэтому, если вы сейчас только присматриваетесь, знайте, что у нас есть пошаговая система обучения, и это будет полезно вам не только для доу-лайфа, чем бы вы ни занимались, это обучение будет вам точно полезно, итак, что вы можете получить, если вы станете членом клуба, первое, если вы будете членом клуба, вы будете получать продукты с хорошей скидкой, да, то есть это 30 и больше процентов, но вы также можете стать и приоритетным клиентом, да, сейчас я объясню, чем разница, но если вам ничего не нужно, у вас все хорошо с деньгами, и вы можете купить просто этот продукт по различной цене, да, ну, то есть есть такие люди, которые хотят, чтобы их обсужили, они хотят, или чтобы им кто-то привез с членом клуба, да, показал, рассказал, их обслуживал, да, или же они хотят сами заказать, никого не напрягая, чтобы продукт пришел к ним в дом или на отделение новой почты, кому как удобно, то такие возможности есть, для того, чтобы стать привилегированным клиентом, вам нужно сделать, достаточно сделать хотя бы один продукт заказать, и вы можете уже стать таким привилегированным клиентом, один продукт, вы можете любой выбрать, все отлично. Никаких обязательств, ничего вам не нужно делать, потому что некоторые боятся, они думают, сейчас мне тут будут звонить, что-то там втюхивать, я куда-то там свои данные отдаю. Нет, ребята, это как регистрация в любом онлайн-магазине. Вы свои данные анкетные внесли, получили скидку, все окей. Если вы хотите получить максимальные выгоды, да, вы становитесь членом клуба, и вам для этого нужно делать покупку товаров минимум на 150 пунктов. Сейчас я вам расскажу, что такое 150 пунктов, да. Здесь вы видите ценник товаров, и зеленым выделена цена члена клуба, то есть наша цена, да. У меня такая же цена, как и любого человека, который является членом клуба. Есть цена привилегированного клиента, она, как правило, ну, то есть тут не такая скидка, здесь не 30%, я буду упрощать, я скажу 30%, да, хотя там есть плюс-минус, да, где-то больше, где-то чуть меньше. Это, грубо говоря, товар со скидкой 15%. Есть розничная цена, да, это товар по стопроцентной цене, и в каждом товаре есть пункты. Вот эти пункты мы набираем. Ваш бизнес рано или поздно уйдет в другие страны, у нас сегодня есть бизнес в разных странах, везде своя валюта, и понятно, что очень тяжело привести к единому знаменателю, вы должны получать доходы в своей стране, поэтому баллы, они просто необходимы, если компания работает в разных странах, поэтому без баллов никак. Если бы мы работали только в нашей стране, достаточно было бы гривна. А вот так баллы, я думаю, пункты, они же баллы, я думаю, вам это понятно, да. Обратите внимание, этот прайс, здесь некоторые товары сгруппированы, да, и слева, допустим, витаци, хлорофилл, алоэ, они в одну цену. Да, точно так же, как и капсульные формулы. Вот, я думаю, это понятно. Так же и по нашей линейке бьюти, то же самое. Вы можете сделать заказ, первый заказ может быть, там, если вы хотите сделать заказ на 500 баллов, это определенные преимущества, и сейчас я расскажу, какие преимущества. Это бизнес-уровень, так называемый, да, и если вы хотите здесь зарабатывать деньги, я вам рекомендую стартовать так, потому что это как минимум выгодно, ну, как максимум вы получаете все, все бонусы абсолютно. Если вы хотите здесь строить команду, вам нужно будет показывать правильный пример, поэтому 500 баллов, это просто, ну, важно, да. Если у вас прям критическая ситуация, вы последние деньги с семьи достаете, или вам нужно залезть в долги, ну, мало ли, бывает такое, хотя я считаю, что в современном мире, если у вас нет, там, 4300 гривен, то как-то, наверное, вы чем-то, ну, не тем занимались, но я не берусь прям критиковать разную ситуацию у людей, поэтому, короче, есть варианты даже дешевле, да, быть в бизнесе, но я вам рекомендую 500 баллов, это минимум 4300 гривен. Вы можете выбрать любые товары, и хочу вам показать выгоду, да, 500 баллов. Если вы стартуете, взяли себе продукт, у нас есть люди, которые продукт купили и даже не успели его попробовать, они уже его продали, бывают и такие люди, знаете, есть люди, которые умеют продавать, и это всегда классный навык. Меня удивляет, когда люди говорят, у нас без продаж, продавать не надо. Ребята, перестаньте это говорить. Если вы строите бизнес, и вы подходите к какому-то адекватному человеку, и вы говорите, мой бизнес, которым не надо продавать, от вас будут бежать адекватные люди, потому что продажи – это нормально. Я уже не говорю о том, что когда вы идете на свидание, вы тоже себя продаете, девочки, да, и мальчики. Когда вы идете на работу, вы продаете также себя. Мы всю жизнь себя продаем, всю жизнь что-то продаем, поэтому продажи – это нормально. Вопрос в том, как это делать – это уже другой вопрос. И у некоторых слово продажи ассоциируется, особенно те, кто постарше, ассоциируется с людьми, которые какие-то берут сумки, каталоги, ходят там по офисам. Я не знаю, такой, ну, может, еще есть у кого-то такие стереотипы, но я думаю, что таких людей все меньше и меньше, да, в современном мире. Если вы делаете 500 пунктов, какие получаете вы привилегии? Первое – бесплатная доставка. Это круто, вы экономите деньги там 100-150 гривен, почему бы и нет. На второй месяц, если вы делаете также 500 баллов, да, вы получаете помимо бесплатных… А, в первый же месяц сейчас вы получаете еще завтраки, бекранчи, два. Ну, то есть каждый завтрак стоит 160 гривен, по-моему. Ну, то есть это хорошая экономия, да, 320 гривен, помимо доставки еще 150. Предприниматели не считают деньги, ребят, считайте свои деньги. Второе – вы со следующего месяца получаете помимо бесплатной доставки, помимо бекранчи, двух, да, завтрака, вы получаете еще товар, такой продукт «Моя кровь» называется, его розничная цена 1000 гривен. Считайте деньги, да. Вот вам 1000, где-то 1500 гривен вы, грубо говоря, сэкономили, да, можете заработать эти деньги. То есть вы потратили 5000 гривен, да, даже дешевле, а, дешевле-дешевле, у вас же патронный заказ уже меньше, на меньшую сумму. Вы получаете вот такие вот выгоды. Каждый четвертый месяц вы будете получать день-ночь продукт, который самый топовый, две бутылки, розничная цена его 2520 гривен, если вы его продали, да. И так каждые 4 месяца. Если вы посчитать за год, вы экономите по ценам наших, да, по ценам члена клуба, вы экономите 11 тысяч 20 гривен. Если посчитать по ценам розничным, я считал, у меня даже есть видеоролик на YouTube, это выходит больше, чем 15 тысяч гривен в год. 15 тысяч гривен – это ваш, ну, ваша экономия или же ваш доход. Это ваш доход, да, мы все предприниматели, по крайней мере сейчас, пока сидим на карантине, мы должны мыслить как предприниматели. Что будет происходить дальше? Понятно, что вы пришли сюда зарабатывать деньги. В софт-маркетинге очень справедливая система вознаграждения, да, потому здесь нет такого, что ты от Ивана Ивановича, тебе будет такая зарплата, а ты там пришел с улицы, ты такой обойдешься, да. Такое зачастую бывает, согласитесь, да, когда мы идем куда-то работать на кого-то. Здесь очень справедливая система вознаграждения, я считаю ее самая справедливая, и я думаю, что пройдет не так много времени, и большинство компаний будут выплачивать вознаграждение именно так. У нас не зарплата, у нас бонус, вознаграждение, но это не зарплата. То есть вы сделали определенную работу, получите. И может быть так, что человек, которого вы пригласили, он пришел позже, чем вы, но он будет зарабатывать гораздо больше, чем вы. И это справедливо, потому что он сделал больше работы, он более качественно сделал эту работу. Я чуть позже вам скажу, какую работу надо делать. Я думаю, как любой предприниматель понимает, что в любом бизнесе нужно создать товарооборот и с этого товарооборота получить процент. Все очень просто на самом деле. Но я хочу немножко подробностей все же вам рассказать, постараюсь не забивать вам голову. Ребят, напишите, пожалуйста, цифру 1, если вам на данном этапе пока все понятно, ваши выгоды. Напишите цифру 1 и поставьте цифру 2, если вы не поняли, я вас запутал. Я вижу единички, не вижу двойки. Окей. Хорошо. Поехали дальше. Что будет происходить? В нашем клубе есть три направления. Первое – это здоровье. Да, то, о чем я говорил в начале. Наши продукты, наши конференции «Живи осознанно» это все благоприятно влияет на наше здоровье. Второе – в нашем бизнесе есть, в нашем клубе есть развитие. Это конференции с коучами, конференции с тренерами, которые работают с DLIF. Это тренера, которые обучают огромной корпорации. И такие мероприятия, к сожалению, вживую мы сейчас не можем посетить, но мы можем посмотреть записи. Буквально недавно была конференция. Есть на YouTube-канале эти все записи. Кому интересно, вы можете попросить ссылку, и вам члены клуба ее сбросят, где вы можете обучаться тем навыкам, которые вам нужны в бизнесе, в жизни, в отношениях. Они очень полезны. И на каждой конференции, я сейчас имею в виду LDS, такие мероприятия три раза в год проходят. На каждой конференции, как правило, есть какая-то своя тема. И эти темы, они очень актуальны на данном этапе. Мы посещаем все мероприятия. Сейчас, к сожалению, карантин, а может и к счастью, большее количество людей сможет посмотреть, потому что это онлайн, это бесплатно, и доступ есть у всех. Хотя, честно скажу, что бесплатно то не ценится. Ну, как правило. Потому что очень много информации, и мы не ценим то, что нам достается бесплатно. Но я постараюсь, чтобы вы... Я стараюсь, видите, с эмоциями, чтобы вы немножко окунулись и поняли, что это важно. И третья возможность – это заработок. То есть, если вы начнете делиться этой информацией, то вы рассказываете людям о развитии, о здоровье, о возможности заработка. То есть, вы просто рассказываете о нашем клубе. Вы получаете следующие бонусы, если человек к вам присоединился. Если к вам присоединился человек и сделал первый заказ, вы получите, ну, примерно 15% от его заказа. То есть, это, в принципе, неплохие деньги. Ну, по большому счету, это такая, как продажа. Но вы не продавали, человек присоединился. Но он купил на 15% дешевле, а остальные 15% получили вы, как человек, который проделал работу. Я думаю, вы понимаете. Вот эти 30%, которые есть, экономия, да, скидка. Ее поделили на два. Одни 15% сделали скидку новичку, а вторые 15% вы заработали, и это круто, потому что мы работали в другом проекте, в котором не было таких бонусов. И проблема была в том, что новички проделывали работу в первые месяцы и зарабатывали там порой 150, 200, 300 гривен, и энтузиазм это не прибавляло. Они выпускали руки, и, конечно, это плохо. Чуть позже вам покажу еще один бонус, который очень круто работает, и я этого не видел в других компаниях, ну, каких-то нормальных, серьезных компаниях. Такого нет, да. Обычно такие вещи доступны где-то там, когда вы делаете огромные обороты. Здесь новичкам дают... Ладно, не буду забегать дальше, послушайте дальше. Если у вас стартует человек и делает заказ на 4300 гривен, это 740 гривен за этого человека, за его заказ вы получаете. Это приятный бонус, правильно? Я думаю, приятно. Также есть следующий вид дохода, это бонусная комиссия, то есть вы начинаете подключать людей, да, и вы получаете 5% с их товарооборота, помимо вот этого бонуса, да. Эти все бонусы, они суммируются. То есть первый бонус лояльности, он доступен абсолютно всем, вы как член клуба получаете, никого вы можете не приглашать, бонус лояльности у вас есть, да, каждый месяц вы получаете продукты бесплатно. Второй бонус, если вы кого-то подключили, вы получили вот эти 15% всего заказа, да. Я думаю, это понятно. Третье, вы получаете такие комиссионные бонусные, так называемые, и это с первого уровня это 5%, со второго уровня и третьего это по 4%, что значит уровни, да. То есть эти люди кого-то могли тоже пригласить, и вы также будете с них получать. Это такая многоуровневая система, да, такая реферальная система на несколько уровней в глубину, да. И если посмотреть, то если заполнится у вас все 6 уровней, вы можете иметь доход теоретически 79 тысяч гривен в месяц. это в случае, если до 6 глубины все будут приглашать по 3 человека. Но, честно вам скажу, такого не бывает, потому что, как правило, идеального в мире не бывает. Не все будут приглашать, кто-то будет просто пользоваться, кто-то пригласит 5, кто-то не одного, кто-то двоих, троих. Поэтому такая математическая модель теоретически, вот при том, что все делают 500 баллов оборот, 79 тысяч гривен только по этому виду бонуса вы можете получить. Дальше интереснее. Скажите, пожалуйста, ставьте, пожалуйста, единицу. Понятно, что я вам вот здесь сейчас рассказал? Или непонятно? Ставьте тогда двоечку. Потому что очень часто люди задают вопрос, откуда деньги? Понятно, супер. Ребят, я вас не буду грузить всеми бонусами, потому что я понимаю, что это перегруз. И если вы пришли впервые на такую конференцию, это будет, ну, это будет лишнее. И я думаю, что более чем достаточной информации вы уже получили. Я просто вам хочу показать, что со временем, когда вы начинаете строить определенную карьеру, да, здесь, в вашей команде появляются люди. Да, и ваши доходы постоянно будут расти. Да, если в вашей команде будет там всего лишь 3 человека, ежемесячно вы будете получать там 1700-2000 гривен. Да, 3 человека подключили, делаем оборот, получаем такие деньги. Больше там 8 человек, ваш заход там 2500-3000 гривен, да, ежемесячно. Еще больше, еще больше. Да, на определенном уровне вам будет доступен автобонус, да, или же автомобиль. В Европе это круто работает автомобиль. У нас в Украине опять же пошли навстречу, сказали, если автомобиль у тебя старый, неважно, там до 10 лет, мы тебе будем платить автобонус каждый месяц. Это, ну, не маленькие деньги, там больше 10-ти тысяч гривен, но это круто работает. Если ты делаешь следующую квалификацию, ты попадаешь в путешествие до лайф, мы в ноябре были, ой, в октябре мы были в круизе. Круто, ребят, всегда круто отдыхать за счет компании, да, потому что, да, ты едешь в круиз за свои деньги, это тоже круто, да, но когда ты понимаешь, что ты здесь ни копейки не заплатил, и помимо этого еще есть какой-то тимбилдинг, есть общение с единомышленниками, это вдвойне круто. Поэтому рекомендую, чтобы все туда попали. И так далее. Если вы будете расти по карьерной лестнице, вам будет еще путешествие добавляться на директорском уровне, ну и понятно, что доходы растут очень прилично. Хочу показать вам очень важный доход, очень важный такой быстрый старт, да, потому что это то, на что нужно целиться. И есть такое премия за быстрый старт. Если вы делаете Team Leader, да, 8000 баллов, это, в принципе, не так много, ну и учитывая, что один балл там, грубо говоря, вы сделаете ваш суммарный товарооборот, если будет где-то 70-80 тысяч гривен, я понимаю, что большинство украинцев, да, почти помимо всех бонусов еще 9000 премиум. Ну, неплохо, да, я думаю. Если вы сделаете Executive Leader, это ваш товарооборот суммарный, как правило, у этого человека уже там где-то 100 человек в команде, да, ваш суммарный товарооборот, вашей всей структуры где-то 200-250 тысяч гривен, вы получаете еще 18000 гривен бонуса, помимо этого, да, если вы делаете это за два месяца. Если вы делаете это за два месяца, вы зарабатываете 2000 баксов. В общем, мы посчитали. То есть, если вы делаете этот уровень за два месяца, 2000 баксов ваш заработок. Это не для всех, не все это смогут сделать. И, честно вам скажу, как бы такие доходы, ну, это надо постараться, потому что большинстве компаний сетевого, допустим, маркетинга, да, там, ну, если компания какая-то долгосрочная, а не какой-то, знаете, там, хайп, где вы пригласили людей, это развалится через два месяца. Нет, я говорю про легальный бизнес, надежный, долгосрочный, то я таких возможностей не встречал. Здесь есть просто бонусы, которые, даже если вы команду еще небольшую создали, вы участвуете в товарообороте компании. Вот, собственно, вот так. Автобонусы, вот такие вот крутые путешествия у нас. Я быстро пролистаю. Это наши директора были в Омане, в Фанаме. Очень круто. Есть еще у нас инвестиционный такой проект, да, для людей, которые заботятся о своем будущем. Сейчас строится такой вот эко-курорт «Дуавито». Это вы можете инвестировать какую-то часть своего дохода и получать процент с этого. Это, ну, недвижимость, это тоже очень такие надежные инвестиции консервативные. У нас есть определенные инструменты, которые работают сейчас. Инструменты онлайн. Каждый день у нас вебинары. У нас есть марафон по соцсетям, в частности, Инстаграму. Есть поддержка лидеров, система «10 шагов». И все это может быть уже вашим бизнесом. Сейчас отвечу на вопрос. Юля, где можно ознакомиться с информацией, касаемой инвестиций? Юль, задайте этот вопрос тому человеку, кто вас пригласил. Пусть он вас свяжет с вашим вышестоящим партнером. Он называет спонсор обычно его. Ну, информационный спонсор. Вот эти вопросы задавайте туда. Друзья, я… Сколько у нас времени? Думаю, что я уложился. Выделенное мне время уложился? Да, четко уложился. И хочу остановить свою презентацию. Цифры, да, я вам не показал. Огромные результаты. Работает ли софтмаркетинг? Работает, ребята. Компания растет просто невероятными темпами. Посмотрите, да, более трехсот человек, которые делали уровень региональный менеджер и выше, да. Это уже те, которые путешествие получили, а то бонус получает, уже у них доход там, ну, где-то полторы тысячи баксов. То есть это ребята, которые уже позаботились о своем будущем, и, в принципе, у них уже все хорошо. Все работает, есть команда, все стабильно, да. Таких людей уже много. И понятно, что есть определенные планы у компании, и мы можем поучаствовать в этом плане, да. Потому что тот план, который был, за семь лет компания выполнила, даже перевыполнила. И сейчас очень есть классная возможность оказаться, ну, скажем так, отделить кусок пирога, который с нами или без нас в любом случае поделят. Я хочу завершить свой спич, свою презентацию тем, что задумайтесь о том, что может быть. Пройдет 5-7 лет, уже прошло 7 лет, да. Прошло 7 лет, как существует Doolife, да, не в нашей стране, в Польше, но сейчас Doolife захватывает другие рынки, в том числе и украинский. Пройдет это время в любом случае. И, возможно, вы увидите где-то на перекрестке, возможно, вы будете ехать в общественном транспорте, может быть, в своем автомобиле. Вы увидите автомобиль Doolife, в котором может сидеть ваш какой-то знакомый, да. Вы будете видеть людей с пакетиками Doolife, с бутылками. Эти бутылки Doolife будут стоять в различных витринах, в эколавках, может быть, в магазинах. Может быть, вы придете к своим знакомым в гости, а там будут стоять пустые бутылки, вот как у нас на холодильнике. Хотите, покажу вам. Там на холодильнике стоят пустые, в холодильнике внутри стоят полные. Да, и, возможно, вы придете и скажете, ой, это же те бутылки, которые когда-то какой-то пацан в синей футболке, вот видите, с круиза, с Dream Cruisa Doolife мне об этом рассказывал. А ваш знакомый скажет, дружище, ты знаешь, я уже несколько лет очень хорошо зарабатываю с Doolife. Где ты был раньше? Почему ты мне не рассказал? И вы тогда задумайтесь, что это мог быть ваш бизнес, частью вашего бизнеса. И это может быть вашей упущенной возможностью. Поэтому я вам рекомендую, разберитесь, задайте вопросы тем людям, которые вас сюда пригласили, которые дали вам ссылку на эту конференцию. И не упустите эту возможность. Потому что с вами или без вас Doolife сделает свой план и завоюет рынок и Украины, затем России и других стран. Все для этого есть в Doolife. Не хватает только вас. Ребят, я обещал уложиться в час и оставить время на вопросы. К сожалению, я уложился в час и три минуты. И времени на вопросы у нас практически не осталось. Поэтому я думаю, что вопросы, которые у вас возникнут, вы задайте тем людям, которые вас пригласили. Они точно знают ответы. Если не они, то их кураторы вышестоящие. Поэтому с вашего разрешения я закончу наш такой вот Zoom вечерний. Выпил стакан воды. Даже не хватает. Инстаграм эфир закончился сам. Тридцать семь зрителей, я вижу, там смотрели меня. Все, ребят. Всем пока. Хорошего вечера. Подумайте об этой возможности. Может быть, пусть будет у вас сегодня не очень спокойная ночь. Но подумайте, что может быть через пять-семь лет. Всем пока-пока. Хорошего вечера. Скорое вечером у нас на втором хова. На втором хρω на втором хол 봐 ты разбил время на втором холите Уову. Осадь. Про видmund. О То Массажет дьявь poor утя cab автово. Увел. А уроки interpreted воды.